Дом номер 19 на улице Коммунаров сегодня снова оказался в воде. На горячую линию нашей компании обратились жильцы многоквартирного дома. Они рассказали, что уже вот не первый год дом подтапливает. С проблемой не в силах бороться даже управляющая компания. Подробнее в материале Саргалана Захаровой. Уже неделю подъезд 19-го дома на улице Коммунаров стоит в воде. На улице температура опускается далеко за минус 20, и пар, поднимающийся от воды, даже образует наледий на входных дверях квартир. Жительница Светлана Кочарян говорит, что иногда приходится силой пробиваться наружу из своего же жилья. Я каждый день доблю топором, чтобы его закрывать и открывать утром. Окошко у меня открытое, потому что запах, сырость. И подобные наводнения, по ее словам, происходят круглый год. Каждый год круглогодично нас топит фекалиями, металловыми водами, а вот в середине сентября начало топить с батареи. Горячая вода. Из-за регулярных подтоплений и без того ветхий дом оказался в плачевном состоянии. Стены и несущие конструкции давно уже сгнили. Еще в 2008 году был подтвержден износ дома 80 с лишним процентов. Но стоит заметить, что он так и не признан до сих пор аварийным. Все дело в разногласиях жителей. Одни за признание, другие оказались против. Однако даже управляющая компания настаивает. Ремонтными работами дому уже не помочь. Все инженерные коммуникации, включая фундамент дома и несущие конструкции, они находятся в аварийном состоянии. В связи с этим фундамент дома просел, неформирован. И малейшее затопление талами, грунтовыми водами приводит к затоплению подъездов. Мы должны устранить течь и будем производить откачку. Пять лет назад Мария Кинкалак сделала ремонт у себя в квартире. Но почти сразу начали проступать трещины на потолке и на стенах. Рассказывает, даже строители пытались отговорить ее от работ. Говорили, что в таком доме ремонт долго не продержится. Говорили, что строители бедные, что вы 320 тысяч на нас потратили. И все это растрескается, и все это сгниется. Но 3-4 года месяца. В управе строительного округа о проблеме жителей знают не понаслышке. Уже завтра они пообещали встретиться с жильцами и постараться помочь разобраться в их ситуации. Понятно, что это квартал, это все в болоте. И коммуникации все старые. Ну вот Юнион как может, так и поддерживает. Но за один день проблему жителей не решить. В столице еще сотни домов ждут своей очереди на расселение. Еще больше остаются непризнанными аварийными. А пока жителям этого дома приходится искать другие варианты. Одни вынужденно покидают свои квартиры, другие продолжают всеми силами поддерживать дом. Сарклана Захарова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.